Здравствуй, любимый зритель, ты слышишь Алексея Халецкого, и это продолжение ФФА-сериала в Сидмэйр Стивилизейшн 6, в котором я играю за Персию. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка на неё появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Да, там ещё снижается сильнее производство. Как идёт эсминсу? Он просто это вообще смерть. Эсминсу валет. А, блин. Не-не-не, не могу я ещё кинуть варгас. Надо было реально выйти и идти в компьютеры. А ты не шёл в компьютер? Нет, конечно. Не, ну с живым перихлом это мёртвая тема. Да, Аперикла уже больше нету. Ещё один город стоит, я не уверен, что ты будешь захватывать. Там, ну, ну, хорошо. И там тогда, получается, до 140 упадёт в туризм. А, нет, ты не... У него ещё два города вообще-то. А, я же там ещё на острове, ну, на полос. Ну да, вот тот я не буду точно захватывать, а Гуанчжоу я захвачу. А, Гуанчжоу китайский. Ну окей. Ну, кстати, зря, потому что Сирану шлим спевал. Здесь в ходах осталось. Ну, он просто неудобно мне в лом туда идти, его захватывать. Был убить шпион Голландской империи. Это война. Ну, если бы так, в войне хрен знает сколько. А, кстати, за Нью-Йорк дадут через два входа денег. Не то, чтобы мне их было потратить. Подари мне. Ммм, я думаю, что это хорошая идея. Ты знаешь, куда их тратить. А, Алексей, в принципе, один не идёт в этот вход? Хороший! Если он пошёл в войну, если он пошёл в современные танки, то ядерики как-то не пошли. Ну, тогда они не ядерики, они всё равно уйти в космос. Ну, чтобы в космос идти, надо читать проект. Это может быть больше всех науки. Он же может по счёту победить за счёт. Ну, смотри, за 150 храбов Улететь можно, ну, по сути, не знаю, в типичных условиях. Ну, самый быстрый 38, а так в 48, 50-ю летать. Да, вполне они могут улететь ещё, Фантом. Я в качечку верю. Не, я не успеваю уже по тех. Спутники все открыты, робототехника исследована, но ядерный синтез нанотехнологии не исследован. Ни одной из этих людей. И в немца я верю. Вот тебе реально, качечка, я не знаю, зачем ты на голландца пошёл. Надо было немца забирать и всё, и ты был бы в шоколаде. Ты был бы шоколадный принц, как шоколадный заяц и ласковый мерзавец. Ну, тогда бы ко мне Лёша приплывал и закидал у меня ядерками. Не факт. Ты видишь, что Грек устроил? Не факт, да. Грек устроил. Ну, он подарил тебе надежду. На другую победу. А мне кто надежду подарит? Ну, ты сам себе её не даришь. Ну, в смысле? Ты предлагаешь мне в науку идти? Нет, я тебе потом скажу, что это надо сделать. Надо сделать. Опа, а что ты? Кто это меня тут? Проатаковала. Или он уже был такой раненый? На самом деле я уже сказал, но проигнорировал мои слова. Не, он немца пожалел. Сейчас союз. Создание военных юнитов. Артиллерия у него там стоят долбан. Как столь. Здравствуйте, я вышел в зоуку. Ну что, долетает? А, пингала под третьей прокачкой строит бомбу быстрее. Так, мне прилетела Маргус. Варина, блин. Ну что, следующее. Я не могу два из одного бросать. Ну что, следующее я брошу. Ну вот, чем он тут стреляет в меня? Здесь что ли, где-то? Да, в этом и беда. Я не знаю, что юнитов очень хорошо убивает. Просто тратишь, тратишь, тратишь. Как вам? Начинаю с определенного момента. Юнитов не очень котируется. Да, там просто, как это сказать... Ну, столько ядерок, что закидывает вообще не глядя. Я открою тебе сутеб. Наверняка он нон-стопом во всех городах строит. Ну да, ну мне все равно. Да нет, вряд ли. Вряд ли. Вопрос все равно в количестве, сколько он успевает построить и сколько еще осталось, и сколько поспевает. Я думаю, за 9 ходов он десяток построит, переживает. И, скорее всего, ты 10 городов потеряешь. Вот как раз то, что десяток построит и даже скинет на города, в этом я не сомневаюсь. Ну, скорее, тут не грек потеряет, а голландец, потому что грек так неудобно распал, как мне у него города захватывать. Просто грека выгоднее, ты бы и мочки резал и себе добавлял таким образом. Выгоднее, Качечка, как мне его города захватывать, расскажи. Я, может, что-то не понимаю. Китаешь ядро, забегаешь рыцарем или легкой кавалерии, самым дешевым юнитом. И, если не захватывать, можем просто ломать. А я все равно корпус, что корпус, что армия все равно вздохнет от радиации в центре города. Блин, как мне этот город захватить? Где-нибудь вертолеты какие-нибудь есть? Более-менее. А, ну, смотрите, строю вертолеты. Два пода. Может, даже купить? Руковерта 1200 многовато. Надо отойти, скинуть бомбу и захватить. Руковерта 1200 многовато. Хотя можно и не отходить было. ну там умрет этот эсминец в ядерном угаре так что можем о нем забыть может уйдешь своим ученым с нефть оставляю грека именно чтобы он культурой второму греку мешал ну там кого там перекупают постоянно осуществить прикол в том что мне даже еще занзибар не показывается в списке городов очень за что делать я короче городами государства вообще ничего не могу сделать с ними до сих пор висят послы туда занзибар и ты союзник на 10 но это естественно но у меня висит я не вижу короче что у меня с другими этими и вертолет вертолет ядерное устройство ну я не думаю что мне нужно операцию видео 1 просто ядерки фигачить без первая ли ты конечно круче но а где тут портолет как там наши литвуны и 9 технология я младчу по ядеркам подводку показал ну да тоже но может и в союзе с онлайтом какими или вас кризис общий и в союзе кризис но вот из-за кризиса вы все у друг друга видеть не просто как бы территорию то я вижу но рядом с ней юнитов нет это она после ядерного удара спалилась нет она спалилась я обстрелял онлайту кавалерию не знаю зачем блин ну вот это вот ходи отходили с будущим ходом не мог открывать его этим не могу но она стала невидимой опять пробудилась через 20 секунд да не это мне смысл ко мне нету я здесь так у массе все с ума сошел отлично да да, характеризируйте на виду... жалко я не за Ghandi, да? да а вот, труп, немножечко... тут я чему-то хватал и вот мы танки и вертолеты у нас на все есть как лиц и на самом деле тоже хочу ядерки покидать ну и что тебе мешает ты как думаешь не мешает отсутствие средств природная скромность но смысле отсутствие средств ладно вот всегда пожалуйста вот что спарты долетели пачкам ты будь здорово просил это из-за населения ими а 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 ну сейчас посмотрим сколько очков станет пока 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 на 58 очков фантом впереди ну и эти ребята а 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 как ты их увидел ну что шпион они не в городе стоят они ну смотри почему был вертолет и переместил его на клетку вавилон это третий радиус его можно небольшой вопрос экспертов у меня может быть у сверх построенного рыцаря сложно сказать какое повышение стран ачивка выживший из роттердама не знаю приятно ну и как мне туда пробраться тирк этому это найти этих захват похоже сейчас бы стоялся как ракетную шахту подчинить рабочим так подождите а вавилон он чей союзник не наш так ребята короче я прошу сейф потому что у меня тупо я не понимаю что с городами государства нет он мой союзник а почему мир эта территория не открыта его нифига а он же не открывает бак гешки открывают территорию только первому кто и нашел они смысле ты не можешь пройти по ней да я не видишь да я думал тебе не видно его территорию такой баг есть то что их ходить не можешь то я не знаю почему может ходы кончились ну и вертолеты через горы не летают не надо бомбить я думаю города грека первую очередь жаль они кумаси я ты же летали и так и на 2 2 они не летают а погружаются набор так чё сейф не сейф грош можешь пройти там могу ну все равно я не понимаю что с городами государстве вся инфа висит на том состоянии как было когда я в лиссабон послов отправлял что за лазер ну лендинг у германии 5 ходов тоже прям можно успеть он не успевает по техам а может усилая осталось вася хватит там немец реально еще может улететь вася хватит 5 ходов это интересно но мне не хватает очков пока будет здесь там учит у вас идите вася где меня сейчас убила хотя с другой стороны если вот как формить очки эпохи то тундра довольно неплохо он всегда кто-то спаунится можно эти лагеря заберу маленький обуз слабый учишь так а сейчас кто-то сюзерен торонто стал не я а я не давайте все таки я вот то сейчас хоз сделайте вот сейчас сейф и загрузимся потому что и ну мне реально не сообщает про города государства вообще ничего мне показывает я сюзерен торонто я не могу ну никак нормально ну мне кажется мне надо захватывать города голландцы для очков она грека просто сбрасывать ядерки чтобы он не мог свои ядерки там строить вот такая идея ну 5 ходов осталось ли и бегут туда вертолеты до двух хотя бы городов или нет вот в чем дело можно ядерный устройств и 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 Музыкант Музыкант В 믿 Oo Муза Муза Музыка 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 Помога Мм Музыка Музыка М Поперу Музыка Музык Или как Где тут choppy или он мне куда то ядерку сюда кинул убил路 крик меня осуждает вот разница в 44 очка 34 очка у нас разница между мной и фантомом 34 очка я так думаю у тебя там как где-то одна подлодка мужу 2 ты мне там еще на основной градач поскидываешь и опросян тебе их захватить мог это да если захватить вообще я не знаю кстати у нас же с ним мир был ну вообще да можно сбрасывать еще насчет нос пергам тире на сама сможет из них получше типа снизить можно больше с ней снизить количество жителей да что еще промышленную площадь для речку не медленнее а сам хорошим гороман переходом и 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 надо еще два за четыре хода, в принципе, реально, хотя они же там с подводами робототехнику только исследовали, понимаешь, пусть у него нет ни одного ученого инженера нет на улице, не знаю кто же, где ваш вахт не знаю, что он уже культуру строил, на самом деле фу, вот три хода Слушайте, а итог будет на сто пятидесятом или на сто пятидесятом ходу? Нет, на сто пятидесятом, ну, как сто пятидесятом закончится и... Итог будет Итог будет Я понял Ты что уже считаешь? Так, Леша, на сто мега хитрый, прохаманный, я тебе говорю, фантом Ну, типа, я не знаю Он очень грамотно сейчас делает Я вам хочется на сто пятидесятащу-то захватывать Я ничего не скажу тебе Я пока тоже тебе скажу, что надо будет Умирать Там, наверное, в загрязненных областях караваны умирают, наверное Это Скорее всего, может быть Вообще надо на еду переключаться, чтобы Количество жителей не уменьшалось Мухаха, у тебя еще и кумася отваливается Ну, в принципе он и так не особо держался Но я даже не знаю Мухаха, не знаю Это Мухаха, не знаю Я могу вам для прилича, потому что он не так... Субтитры сделал DimaTorzok Ну фигово тебе Субтитры сделал DimaTorzok 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 ты еще даже пусть тебе два модуля надо построить ученых в тебя нет на ускорение блин проблема в том что на дно устроен может совершенно спокойно отбить этот город это уже все вырубил да то не ядерный синтез запуск я думаю нет да было может захватывать эти города все в последние самые ходы ну там реально там летит вертолет грек вполне может захватить сколько у тебя промки качка не может победить он другого игрока пытается меня просто в париже 118 трава чем-то у меня взял столицы нет делаю подумать и оставить одну клеточку мне тут перекал выдвинул требование все мои ресурсы ему отдать а вот американец типа все ресурсы за 7 золота не вход не вход конечно заканчиваю вот представляю как будет лечиться скифы с военным ведомством вместе просто на 50 лет счет 23 очка всего лишь то есть вот эти города которые я поставил они тоже очень важны он тоже очки дают тире не интересно реально может отбить час на следующий ход или через один я так понимаю сюда вставать пытаться не давать ему город атаковать умирает постоянно каждый ход ты не помнишь ты говорю не палишь а то я их сам не вижу до таких видных на границе тебя же видно ты чего я наоборот я просто манирую собираю давай вперед убей его я могу тебе показать не амстердам отвалился блин ну видимо фантома с победой значит я не знаю еще прикольно город душа греческий влетает в ядер будет конечно будет конечно будет вешать там тошмак наверное надо было чудеса еще такие построить про клятый амстердам погиб наконец-то я вот счастлив что вы закидали его ядра молодцы да мы тоже счастливы тоже очень классно классно сделал с этими чуваками с какими который ты со статуей свободы получил да молодец я вот следил за ними думал когда же когда же там он града еще бахну мне кажется ты зря грека не добил тебя бы слетела усталость войны набрал еще мой ну тут можно долго зря может зандибара освободил там всякое кто же знал что тут на 23 очка будет ну да это вообще победа цпл я общался с пацанами которые в цпл и они там рассказывают что они делают вообще когда вот такое происходит давайте мы дождемся конце входа и я расскажу перескажу что мне сказать давай фантом заканчивай еще и году забрал да блин это монлайт короче вместо того чтобы американца пилить сидел всю игру как это херней занимался Я уже молчу о качечке, которую немцы не пошел пилить. Не надо, я вот сожалею об этом, да. Ты, Леша, абсолютно прав в этой ситуации. Чего ты в один? Это было даже мне не так. Мне надо было всю тундру максимально возможным количеством городов заставить и туда напихать по одному району священному месту. Просто без ничего больше. И была бы куча веры, и потом на шапках с кучей веры просто купить их, пойти и забрать немеца. У меня был такой баланс. Мы уже закончили ход. Может, что-то нету? Халецкий победил. Да? Ес! Где очков скажи, Алексей? Нет, нет. А он победил, знаешь, потому что... Давайте еще собираемся. Халецкий победил. Еще один. Фу, ну вот это было. Походу, у Фантома 512, Халецкий 687. Значит, просто пересчет не прошел. Понятно вам, ребят. То есть у меня намного больше очков или что? У тебя на почти на 150 меньше очков у тебя, Леша. То есть пересчет считается на момент 50-го хода. То есть 50-й можно не ходить. Да, последний ход можно не ходить. Не, 50-й это для космонавтов, знаешь? Конечно, последняя надежда очков. Но это бред, конечно, и считай. Не что поделать. Ну вот так вот, Леша, победы. Короче, Фантома. Вот такое необычное окончание игры. И впервые у меня на канале я предлагаю вам в комментариях проголосовать за то, кто же победил в этой партии. Кто не понял, объясню ситуацию. Дело в том, что сейчас произошла победа по очкам, так как у нас было ограничение на 150 ходов. Но пересчет очков в Циве произошел не в конце хода, а в начале. Поэтому получилось, что по очкам победил я на то количество, которое было на 150-й ход. Давние мои зрители, те, кто видели, по-моему, более чем годичной давности игру на архипелагах за Германию, возможно, вспомнят. Там тоже было ограничение по количеству ходов. И я на последнем ходу проигрывал одному из соперников по очкам, захватил столицу другого соперника и победил. Несмотря на то, что это был последний ход. Но дело в том, что после выхода Rise and Fall и патчей, теперь пересчет очков, культуры, науки, в общем, всего, что требует пересчет происходит не в конце хода, а в начале следующего. С другой стороны, например, что я, что Фантом вот прямо сейчас в этой партии играли, исходя из того, что перерасчет скорее всего будет в конце хода. Поэтому я и удивился своей этой победе. И, конечно, незнание, как говорится, не освобождает от ответственности. То, что мы не знали, это не значит, что надо изменять результаты партии. Но мне кажется, в данном случае будет честнее узнать мнение зрителей. Поэтому просто в комментариях напишите, кто, по вашему мнению, победил в этой партии. Я или Фантом? И почему? Давайте только обойдемся без слова ничья, хорошо? То есть, надо все-таки определить победителя. В дальнейшем, во всех следующих партиях, естественно, мы будем исходить из того, что очки высчитываются на последний ход. То есть, если мы играем 150 ходов, то тот, у кого на 150 ход будет больше всех очков, явно и победит. То же самое, кстати, касается и культурной победы. Если человек к 150 ходу не смог победить культурной победой, то в конце 150 он уже не победит. Все же остальные победы происходят в начале хода или вот прямо в момент их достижения. Религиозная произойдет сразу же, как вы обратите последний необходимый город. Не надо будет конца хода ждать. Военная победа, как только вы захватите последнюю столицу. Научная, соответственно, как только вы запустите последний спутник, последнюю деталь. А это все равно происходит в начале хода. То есть, если вы на 150 ход не успели запустить, то игра заканчивается и вы уже не победите. А так, спасибо, что смотрели, но дальше еще послушайте обсуждение игроков. Да, вот как большие фантомы. Они вот последние 20 ходов тупо спанят по всему. Ну, странно. Славят их, куда попало. И забирают все ггшки, все. Ты мог забрать Стокгольм и Женеву, тем самым вообще сняв какие-то вопросы о булете нашем. забрать Мохенджи, Валетту и Лиссабон тоже. И Баффало добить. Я иначе занимался. Просто это все надо было сделать. Да, что у меня ядерок не хватает. Чего? Какая Мохенджи, ядерки не нужны. 77. Просто армиями там, кто заезжал, забрал. Валетту 73. Я к Вавилону проезжал армиями. Не надо тебе, Вавилону. Современных танков. Да ты послушай, у него 55 защиты, я подлежал армиями современных танков, они вдвоем, ему даже половину стены не сняли за один ход. А ты хочешь за один ход захватывать, что ли? Ну ты даешь. Задобить нужно зазвати. У танков, у армии, у армии современных танков. Они больше сотни мощи. Да, там же стены, они минус 75 дают урона. То есть чем ниже стены, тем сильнее они захватывают. Ты просто бьешь, 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 там лечишься, вон есть фермы. И когда стена падает, ты начинаешь сильнее урона наносить. Там что же, дебаф пропорциональное количество укреплений. Я вон не все, я, например, не все города Грека атомками захватывал, я часть, просто тремя армиями вертолетов там по три хода, да, колупал, но захватывал же. А ты за один ход прям хочешь все захватить? У меня этого нет, поэтому ядерки уже. Армии танков были у тебя точно. У тебя уже померли все. У-у-у. Как разбираешь нефть, разбираешь, что там еще? Что, знаешь, ты стараешься, что-то сошел. Ладно. Ну, там нефть и проблемы были. Ядерки просто построили во всех городах, а потом хватит всем. Ну, вот у меня еще осталась одна ядерка, но это уже, наверное, на этот ход построено. А так я успевал взять вот, ну, Трафаген взял, эти отобрал. Ну, что я сейчас... Фантом, а у тебя что, анархия была какое-то время? В какое-то время. Ну, какое-то время была прихода, да. Я перепутался на демократию после войны с американцами. Это же не выгодно. Ну, не скажи. У меня просто три хода не было ни науки, ни культуры, я смотрю. Ну, да-да-да, это нас. Там самое ценное, что в демократии, и она дает жилье. То есть, ну, города могут... Отогнал, захватив грека. Жители. Плюш, тоже можно было бы еще поселков построить. Ну, да-да. Я что-то забыл совершенно про... Я вообще о них вспомнил внезапно. Я забыл, что они там стоят. Да надо было все города захватывать, блин. Ну, я забыл, но... И мне надо было раньше, мне кажется, на Горго ядерки сбрасывать, просто забросить все его города ядерками. Сидеть спокойно и сидеть. Да, да. Сидеть. Я думаю, на Грека уже на того летят, там уже столько прилетело, а на меня еще не одно. Я просто зачем ты решил его быстро забирать, чего не надо было делать? Просто потихоньку юнитами колупать города и забирать? Немец за всю игру 2 юнита потерял. Молодец. Он не воевал вообще. Причем в конце игры почему-то. Качечка, так... Чего ты на Виланса пошел? Я так не понял. Просто потому, что на другом континенте или там... Какой у тебя там бонус? Да, да. На шапках. Думал, вот шапка нельзя победить. Ну, я еще неправильно города поставил. Я... У меня надо было вот в тундре максимальное количество городов и куча священных мест. Потому что когда разобрали все пантеоны, я взял себе вот этот вот Аврору. Как бы было вот сюда максимально плотно ставить, чтобы можно было много-много священных мест и в одного жителя. Они бы даже радость не требовали. Тут было что срубить, просто чтобы вера капал. И выход делать, да, на немца. Ты абсолютно прав. Немец сидел такой, я не знаю, и гордо на него не нападал, и ты не нападал. И его пожалел, понимаешь? Парень говорит, вторую игру играет. Ну, я смотрю, ну, вообще там все плохо. Поиграют. Ну, и чуть не по науке не улетел. Да, он не летал. Да, он не отстанет. Да, его забрать можно было, я не знаю, три раза. У тебя вот еще был, видишь, человек, которого можно было забрать ямерки сюда кинуть без сопротивления проехаться. Потому что ты просто немец забирался на раз-два. Ты зачем-то за этот кумаси еще этот, он встал, этот кумаси, прям тебе так. Он уже был. Я скажу, немец забирался на рыцарях, на танках, на современных танках. То есть, ну, всегда, когда можно было забрать, он забирался. Блин, у меня таких соседей все время. Так он был твоим соседом. Нет, я имею в виду таких, как фантом. Добрых. Добрых. Ты меня забирал на горге. Ну, я повезло тебя, потому что ты победил культурой. Ну, вообще теперь. А еще, мне повезло, что на меня Перикал зачем-то напал, потому что я вот реально хотел с ним до конца игры быть в союзе и всех других ядер ко мне забрасывать, а с ним быть в союзе. Он с какой-то фига решил на меня напасть. Я как увидел, что у него юниты мне по одному хп снимают, думаю, о, здорово. Давай-ка я тебя заберу тогда. Ты его инвиктус попасал. Ну, наверное. Ну, инвиктус он вообще тоже быстро забрал. Инвиктус он быстро разобрались. Не знаю, чего он. Не, я той партии, когда инвиктус напал там. Он говорит, короче, мне надоело, я нападаю. Ты за египет, когда играл. Аня за Польшу, когда улетел. Помнишь, там он двигался? Отмочил. Не, ну там инвиктуса хотя бы ничего, ему никаких шансов не было. А тут чего грек? Я вот реально, он по науке нормальный был. Он реально... То, что он мог быстрее вас улететь в космопорт, это стопудово. И у него и производство было, и наука была. Ну, это вообще инвуа, когда особенно, ну, соседи как бы слабже тебя, в развитии такая мощь. Ну, горга послабже, потому что нет пяти процентов за физеренцев. Только эти разы. Нет, горга сильнее. Она раньше густится в науку, в культуру. Ты просто там варваров убиваешь, с ггшкой можешь повоевать, там с кем-то еще. Еще начали. Очень быстро карты откроешься. С ними вообще не выгодно воевать. Ну, если это там научные, культурные, а у меня такие были. Тебе не надо их захватывать, надо повоевать. Ну, блин, они мне больше дают, когда там послышать, я отдаю плюс два. Плюс два, плюс два, плюс два, это же прям много. Особенно стопболь. Сейчас бы стопболь не выгодно. Так у тебя нет районов еще. Объявил войну, через 10 ходов замерился, срубил себе там 100 культуры. В начале игры. Вот понимаешь, у всех там 4 культуры вход, а ты 100 культур получаешь. Давай, рассказыватель, рассказывай, как играть. Рассказывай. Слушай, ядерный клуб что-то вообще не работает. Я думал, кстати, еще на предыдущей игре, что даже если там ну, меньше половины людей иступает, то они все равно между собой они этот ядерный клуб образуют. Ты можешь между собой чем-то договориться. Ты можешь просто договориться, да. Что-то тебе мешает договориться с человеком. Время, таймер. Да, конечно, 4 минуты, кстати, в конце не очень. Хотя бы первое это делать. Ну, это не адский цейтнот, но можно на сотом ходу делать 6 минут. Ну, это концовка затянется. Вот по сути, сколько мы ходов доигрывали там? 37 ходов мы доигрывали 4 часа, да? Я уверен, что вот с таким количеством гордов все равно не успеваешь ничего делать. Даже за 4 минуты. Ну, под конец, когда уже стоишь везде ядерки, которые там строятся по 6, по 8, по 10 ходов. Уже нормально. И юнитов, когда не осталось там вообще. Ну, то есть, последние пару ходов у меня прям было время. Короче, у того, у кого на 150-й ход больше очков, то ты побеждает. Правильно я понял? Да, да. Да. Ну, да. Передащил, до конца, 149-го. Чего на 150-м происходит? Вообще не важно. Там даже не граждан. Нет, подожди. На 150-й ход. То есть, вот ты, когда начинается 150-й ход, сколько очков на этот ход, так и будет. Почему на 140-й? Ну, да. Все правильно. В начале, сколько в начале 150-го, сколько и есть. Да. А на 150-м можно улететь, допустим, куда-нибудь? Ну, можно там рабочим или инженером. Да. В общем, идея, идея захватывать голландца была верной. Тогда... Нет. А что ты со мной не мирился всю игру? Расскажи мне, Moonlight, что это за... Кстати, да. Почему ты не мирился? Ну, вообще, мне было просто не особо важно, потому что мне это ничего не давало. Ну, ты считай, забустил его в конце. В смысле, он и так мог объявить войну и убить. Ну, если ты замирился в течение 10-ти ходов, нельзя объявлять войну. А на 140-м помириться. А на 140-м, я думаю, там и Алексей уже как бы... Да. На 140-м, я не думаю, что это было уже актуально. Так ты меряешься и кидаешься и скажешь, давай дружбу. Ну, давай. Могу такое случиться. Скажи нам, ты бы... Мне никто дружбу не давал. Мне союз нормальный дали вот фантом, когда это было 130-й ход. У меня был только военный союз и вот по-моему ходов в 20 у меня был союз с китайцем, которого убили сразу после этого. Плохой союзник. Да, в общем, хреново ты союзника в себе выбираешь. Плохой союзник. Китайца не спас. Что с толку с тобой союз заключается? Китайца не можешь спасти. Ну, я вообще-то к нему скакал кавалерией. Но он просто сдался после того, как у него столица умерла и как бы всё. Так у него осталось два самых фиговых города. Сиань настолько паршивый и он ещё и холм под район забрал под культурный. Или это ты уже, Лёша, странный? Не знаю, не уверен. Не помню. Возможно, я. Какое-то вставание по культуре, конечно. Все злые, все вармонгеры, хотят насыть. Ну да, так и есть. Это не исключение. Я не хочу себя убить. Давайте, когда, когда реванш? Надо убить Халецкого. Ну, создавая события, будут отписываться люди. Ну всё, спасибо за игру. Всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok